Благодарю вас, чтобы праздновать. Господь благословит вас. Благодарю всех вас. Начинаем. У нас до четырех. Три материалов сделаны еще. Мы начнем. Будем провести лекарство до четырех часов. И мы сделаем на трех часов. Видно, это хорошо. Замечательно. Господь благословит вас. Я говорю сегодня и в эти дни о Восточной Церкви. Я сам являюсь православным священнослужителем. И имею опыт как традиционного священника православного, так и реформатора. И мне самому очень интересно пересматривать, изучать вообще историю православия глазами Слова Божьего. Кстати, вчера в воскресенье, значит, отмечалось одно очень интересное событие. Которое можно назвать днем рождения православия. В таком виде, в котором оно сегодня существует. Это событие 843 года. Это событие 843 года. Православная система восточной церкви, она оформилась в том виде, в котором оно существует до всего дня. Формировалась система несколько столетий. Вероучение, догмат, доктрина и практика. У вас вообще тема истории христианства была уже? Нет. Я сделаю сейчас такое объяснение. Постараюсь попроще объяснить. Само рождение церкви, рождение христианства вообще как такового христианства. В 30-м году нашей эры произошло. От 30-го года можно исчислять уже историю христианства. Рождение церкви на Голбовском кресте произошло. В крови Иисуса Христа. И произошло это в 30-м году. Скоро будет двухтысячелетие церкви. Мы в 30-м году планируем собор провести, посвященный как раз двухтысячелетию христианства. В 30-м году мы сделаем собор? Собор это... Мы сделаем как юниор. Ну не... Сказали другой слов. Саммит. Ага. Ну можно саммит, да. Совсем саммит даже. Ну ладно, саммит. Я забыл. Генеральный митинг? Ага. Да, да, да. Генеральный митинг. Может быть, генеральный сервис. Это связано с юбилой. Окей. Значит, Иисус... Потому что исторически Иисус родился чуть раньше, чем это принято считать. Знаете? Вы должны это знать. Потому что, хотя принято считать, что от Рождества Христова идет лет исчисления. Но эта практика сложилась в раннее средневековье. Первые христиане первые столетия не имели таких праздников, как таковых. Отдельно, особо. И первые столетия никому голу не приходило праздновать день рождения Иисуса. Но, когда христианство стало превращаться в государственную религию, то понадобилось создать множество праздников, которые были бы и государственными праздниками, и религиозными праздниками. Большей частью это были старые языческие праздники, которым просто придали христианские уже названия и христианские значения. В большинстве случаев это были паганские праздники, которые были добавлены христианское значение. И это превращение христианства в государственную религию началось с 325 года. Ну, точнее, чуть раньше, конечно. Фрэнкл спрашивает немного позже. Нет, это не пишет вообще, да? Может, еще есть какой-то. Может, есть другого цвета? Может, есть другого цвета? Может, есть другого цвета? Если есть другого цвета какого-то еще? Музыка. Музыка. Надеюсь, есть другая. Спасибо. Признанной религией Рима. До 313 года христианство было гонимой религией чаще всего. Иногда религии терпимой. Но никогда не была государственной религией. В 313 году ситуация резко изменилась. Спасибо. Христианство было объявлено одной из католических религий, государственных религий. Призна. Призна. Католическая это означало вселенская, всеобщая, универсальная. Это означало общая религия. Это означало генеральная религия. Генеральная религия. И с 325 года... И начало с 325 года. В 325 году проходил первый католический собор. В 325 году был первый саммит. Первый критерий саммит. Кафедраль. Кафедраль. Централь. Саммит. Саммит, да. Какое тысячу слов есть? Есть термины английские такие? Нет. Саммит. Как-то консоль как-то консоль. Консоль как-то. Консоль как-то. Консоль. Консоль? Да. Как-то так. Ну ладно. Вот, значит, и началось смешание христианства с язычеством. Дело в том, что был политический заказ на смешание это. И это такая общая история и православной и католической церкви. Потому что и православная и католическая церковь, и западная и восточная росли в то время как одно. Одна система. Потому что both Catholic and Orthodox Church, that time they were growing like one common system. До 1054 года это была одна система религиозная. Хотя с некоторыми нюансами. И на востоке, и на западе. Anyway, it had some differences on the western list. 1843 год, год формирования именно восточного православного такого стиля. По поводу самого процесса смешания с язычеством. По поводу самого процесса смешания с язычеством. История очень похожа на библейскую историю падения Израиля. То есть христианство пошло таким же путем, каким шел Израиль. И те же самые ошибки стало совершать, что Израиль совершал. Та же проблема многобожия, та же проблема идолопоклонства. Ну и выход у нас один покалится. Вообще, у нас только один путь. Это, чтобы репетировать. Так. Так, 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 так. Главная проблема, вот с 325 года, главная проблема в церкви. Начиная с 325 года, главная проблема в церкви. Та проблема, которая повлияла на смешание с язычеством. Это подчиненность церкви государству. Это подчиненность церкви государству. Это называется цезарепапизмом. Цезарь и папос. Цезарепапизм. Это состоит из цезаря и папоса. Так, это как цезарь и папоса. Цезарь и папоса. Это светская власть. Цезарь и папоса. Это церковная власть. Папоса имеется в виду духовную церковную власть. И цезарепапизмом называется система подчинения церкви государству. Иисус не был цезарепапистом. Он говорил так цезарю, кесарю, кесарево, а Богу Божье. Он не смешивал свое царство с царством мира с его. И когда христиане начали смешивать с царством мира с его, то начались проблемы огромные. Вот это само время можно назвать временем вот этих соборов, вселенских поместных соборов, которые сделали возможным смешание это. Да, такой дьявольский микс такой, точно. И знаете, вот проповедуя православным людям, вы должны понимать, что многие из них далеко не христиане еще. И у большинства религиозных людей православных в голове такой действительно микс, действительно смесь такая. Даже священникам православным многим очень трудно уразуметь, что ни в коем другом нет спасения, что только Иисус Христос, Он есть Спаситель и Господь. Чаще проповедовать даже легче людям нерелигиозным. Сложнее перестраивать сознание. Какие главные проблемы пришли в жизнь церкви в это время? Первая проблема, безусловно, самая огромная, это многобожие. Это вера в разного рода посредников к Богу. Множество. На практике большинство священников православных, допустим, они молятся сотня посредников различных. Похожи проблемы и у католиков также. Потому что, в принципе, православные и католические церкви, я говорю, они долгое время формировались вместе, росли вместе. Просто со временем нашего разделения официального, в Западной церкви появились дополнительные святые, допустим, посредники к Богу. А в православии свои дополнительные? А в православии свои дополнительные? Это страшное зло. Это страшное зло. Я стараюсь объяснять многим православным, что действительно только Иисус, Он является ходатайным посредником нашим. На практике это проще понимают люди мало церковные, мало выцерковленные. На практике, люди, которые не учат в церкви, они гораздо более открыты и легче понимать этот момент. Те люди, что погружены в православную теологию и идеологию, им очень сложно, на самом деле. Дай Бог каждому миссионеру, каждому служителю. Мудрости. Самое главное, конечно, в любой миссии, самое главное, любить тех, кому вы посланы. И это, кстати, одна из подсказок свыше, что это именно ваше поприще, именно ваше призвание. Когда вы имеете эту любовь к этим людям, к этому, не знаю, народу, к этой стране, к этому слою определенного населения, что ли. Когда вы готовы отдать свою жизнь за них, тогда вы можете быть миссионером для этих людей. Если вы не готовы отдать за них свою жизнь, то вы не миссионеры еще. Для этих людей не миссионеры, по крайней мере. Потому что судьба миссионера, неважно, молодой он или старый. Хадсон Тейлор об этом очень хорошо говорил. Другие миссионеры, многие очень. Патрик Ирландский, вчера была память с этим тоже. Что, если ты готов жизнь свою дать за этих людей, то ты будешь им миссионером, если нет, то... И люди могут не понять твою теологию, но они поймут твою любовь. Которая пройдет сквозь любое непонимание религиозное. Одна молодая девушка была похищена и стала... Ну, как можно смену? Была среди пленниц на Кавказе. Это было давно еще, это было еще четвертое столетие, да. Она была из христианской семьи. Ее дядя был даже известным служителем церкви. Она попала в рабство. Она была совсем юная. И она не могла проповедовать там. Но она любила этих людей. Она молила за этих людей. Люди стали исцеляться. Кавказцы были удивлены, что простую девушку Бог слышит и исцеляет людей. И однажды царь этой земли ему рассказали, что есть такая девушка, которая молится и она христианка и Бог исцеляет. И он приказал ее вызвать во дворец. И он приказал вызвать ее во дворец. Потому что его жена была смертельно больна. Потому что его жена была смертельно больна. Эта девушка молилась и царица исцелилась. Эту девушку звали Нина. Ее в православной церкви называют апостолом. За все время лишь несколько женщин в православии были приравнены к апостолам. Служая исцеленно. Эта девушка вошла в это число. Простая вот девушка. И жрецы завидовали ей, языческие жрецы завидовали ей. И они оклеветали ее перед царем. Ее вынудили прийти в капище, главное, языческое капище. И царь, и вот эти жрецы обязали ее поклониться этим истуканам. Эта девушка помолилась Богу всемогущему. Она призвала имя Иисуса Христа. Земля потряслась в этот момент. И идолы пали. И народ весь собравшийся кричал, что Бог христианский великий. Жрецы эти языческие со стадом были просто вынуждены замолчать. Царь и царица, и множество грузин, разных народов грузинских приняли христианство в то время. Дальше, если ты оказался в миссии не по своей воле, и совершенно неожиданно, вот таким образом, как пленный будущий человек. И неудачный, в том числе, д julian, даже если ты остался в миссии не по своей воли,